Собственно, видео предыдущее было непонятно про что, потому что все громыхало у меня здесь работало. Хочу снять про этот вот Зубр 2В, как бы, мои впечатления о его работе. Ну, во-первых, из всех щелей просто летит. Скажем, для нашего вискокурного, и не только для виски, а и для... Я рассчитывал, что он будет работать хорошо и на яблоках. Нет, к сожалению, видимо, для скота он очень хорошо действительно измельчает вот через это вот гнездо. Но для нашего дела слишком крупная терка. Очень большие куски проскакивают, потому что там очень большая щель. А для зерна, скажем так, вот два сита я поставил, большое и маленькое, чтобы уменьшить, чтобы больше муки было. Скажу, в муку не получается. Вот вылетает вот такая вот сечка. Мука, конечно же, есть, но сечки очень много. И вот раньше она вылетала из всех всевозможных щелей. Особенно вот через эти пришлось это все герметиком пройтись. И здесь тоже прошел герметиком. Потому что здесь тоже там уплотнитель почему-то он не справлялся. Вот, ножи. Ножи, очевидно, там у меня я запасной купил. Вчера хотел поставить, посмотреть запасной, более свежий. После того, как я опробовал эту на яблоках зернодробилку. И остался недоволен, скажем, моя старая. Вот та вот, вот эта фигня. Лучше измельчает яблоки, нежели чем... Да, в принципе, она даже лучше справлялась и с зерном. Но это просто не то, чтобы быстрее. Ну, как-то так солиднее выглядит. Ножи, опять же, вернусь. Ножи, очевидно, мало. То есть 4 по 4 это маловато. Лучше бы там было побольше. Более узкие ножи молотковые. А вот запасной купил вчера, посмотрел, там вообще смешно. Там 2, 2 и 2. То есть 4 по 2. Это даже я менять не стал. Как увеличить, я пока не знаю. Я видел на Ютубе один умелец где-то заказал лазерную резку. И поставил через шайбочки много-много тонких ножей. Вот, правда, я так и не понял. Он больше потом не выставлял свое видео. О том, как у него после этой замены ножей на более тонкие и большее количество, как у него теперь перерабатывает все это в муку. Так что и сеточку было бы не мешало еще меньше сделать. Потому что там сетка довольно крупная. И зерно проскакивает, пролетает. Вот можете посмотреть. У меня весь пол просто засыпан. Это вот так работала зернодробилка. Все просто раскинуло во все. Причем достаточно больно они летели, как шрапнель. Так что для скота это, очевидно, хорошо работает достаточно. А для нашего дела это не очень удобный девайс.